Дмитрий Александрович, при чем здесь, что курс доллара взлетел? Напомню вам, деньги собирались в долларах, а не в рублях. Напомню вам, деньги к нам заходят в рублях, оборудование мы покупаем в долларах. И хорошо, что мы сейчас, допустим, ряд оборудований, которые мы предзаказывали, мы сотрудники умудрились покупать в ценах начала 2019 года. Это того стоит. Поэтому напоминать мне, что в чем, не надо. Ребята, я хорошо ориентируюсь, где, что и как происходит. И счета, когда подписываю, я вижу, что почем и сколько чего стоит. И вот одно из условий, почему, допустим, отказались от поставок оборудования с Китая, намотающего оборудования, да уже взлетела цена в три раза. Практически. Когда у тебя один станок, тебе предлагают по цене, всего комплекта оборудования для намотки двигателя. Один станок по этой цене. И вот вы пойдите и расскажите там, что доллар там, столько-то стоит там, и собирают в долларах. Это многие там, ну, ребята в Solar Group многие считают в долларах. А инвесторы-то, они же не только долларовые, что об этом не говорили. И вся волна первая, она где, она из рубровой зоны пошла. Это сейчас в долларах идет. Но я же уже объяснял и говорил, что не все деньги у нас сейчас находятся. Они же там в Solar Group находятся тоже. Деньги там, они в разных счетах. И в долларах, и в евро, и в танге там. Во всех разных. Но в конечном счете они к нам заходят в рублях. И проект считается у нас в рублях. А если кто-то там, эти прозападники, они любят перекинуть в долларах, посчитать, а сколько это будет в долларах, поиграться, ну, вы сходите вон там в Мосгосэкспертизу, либо в Технополис Москва там, и принесите в долларах.